Добрый вечер! На канале Бук-ТВ большие итоговые новости в студии Ирина Левчук. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Смотрите сегодня в программе «Итоги недели». Новые подходы к организации образовательного процесса, акцент на патриотическое воспитание школьников. В Бресте прошел большой августовский педагогический фест. С обсуждением наиболее проблемных и практических вопросов организации педагогической, идеологической, воспитательной и учебно-методической работы в учреждениях образования в новом учебном году. Реализация инвестпроектов в действии. Контейнерный поезд, сформированный на новом терминале в Жабинке, отправился по шелковому пути в Китай. 31 двухъярусная платформа, 62 вагона с пиломатериалами белорусских производителей. Первый пошел. Итоги работы промышленного комплекса за первое полугодие 2022-го подвели в Ленинском районе города Бреста. Выработать эффективные подходы в организации производства, которые позволят не только сохранить позитивную динамику, но и обеспечить дальнейший рост потенциала промышленного комплекса Ленинского района. Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Беларуси, хирург-онколог высшей квалификационной категории, автор около 300 печатных работ в отечественных и зарубежных изданиях, сенатор Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь, о докторе, общественном деятеле и просто прекрасном человеке материал Анастасия Морешкевич. Программа «Итоги недели» в эфире канала БУК-ТВ и прямо сейчас об актуальном и важном. Тают последние дни августа, беззаботные каникулы неумолимо близятся к завершению, а детям и родителям пора настраиваться на учебу. Для педагогов же это время подведения итогов и постановки задач на предстоящий учебный год. Профессионалы, которым доверено взращивать доброе и светлое в каждой детской душе, собираются в это время на августовский педсовет. Здесь обсуждаются последние требования со стороны руководства и законодательства, обозначаются моменты, в которых необходимо усиление контроля, проблемы, нуждающиеся в решении. Что немаловажно, можно пообщаться с коллегами и перенять успешный опыт. Ведь в образовательном процессе не бывает мелочей. В год исторической памяти педагогический форум был пронизан темой патриотического воспитания молодежи. Ведь любовь к родине, уважение к подвигу героев – это тот надежный фундамент, который бережно закладывается в годы становления маленького человека. Об этом в первом материале программы «Итоги недели». На этот раз августовский педсовет прошел созвучий с тематикой года исторической памяти, а предваряла его содержательная и увлекательная выставка, на которой учреждения среднего и дополнительного образования представили свои экспозиции по воспитанию гражданственности и патриотизма. Педагоги учащиеся хорошо подготовились и вложили частичку души в свои мини-презентации. Сегодня на педагогическом форуме я представляю восьмую школу, в частности музей первого героя Беларуси Владимира Николаевича Корвата. Также я учусь в классе правоохранительного направления и считаю это очень почетным и важным. Важно и то, что каждое учреждение образования заинтересовано в продвижении себя через призму исторического вектора. Сотрудничество с воинскими частями, музеями героических земляков и воинской славы, классы патриотической направленности и кадетские классы – всё это взращивает чувство гордости за Родину и влияет на формирование неповторимой личности каждого ребёнка. Замечательно, что ни одна школа не копирует другую школу. Каждый имеет своё лицо и свою специфику. Поэтому считаю абсолютно логичным и правильным выбор данной повестки нашего сегодняшнего рабочего совещания в преддверии нового учебного года. Можно построить очень много больших школ, красивых. Вот у нас есть школа, где более трёх тысяч учащихся. Но если мы не сформируем в этой же школе свои педагогические традиции, традиции педагогического коллектива этой школы, понимаете, я думаю, что это будет просто какой-то инкубатор знаний, но не более того. После увлекательной выставки настало время подведения итогов и постановки задач на следующий учебный год. И опять же подчеркнём, что красной нитью через все выступления проходила тема патриотического воспитания наших детей. Ведь и в новой редакции Кодекса об образовании этому сегменту уделяется самое пристальное внимание. И не потому, что так сказали сделать, а потому, что были упущены годы, когда следовало об этом говорить как можно больше. Но не стоит забывать об основных китах образования. Достижение как можно высокого уровня качества образования. На это направлены все усилия и методистов, и педагогических работников учреждений образования и в целом системы образования города. Это больше побед, это больше стобальников на централизованном тестировании, это больше проектов, которые мы будем реализовывать в направлении гражданско-патриотического воспитания. И именно гражданско-патриотическое воспитание наравне с качеством образования остаётся той задачей, над которой мы должны продолжить работу и в год исторической памяти, и в последующие годы. В своих новостных сюжетах мы не раз рассказывали о подготовке учреждений образования к новому учебному году. Остаётся констатировать факт, что сертификаты готовности подписаны на 100%. Любое совещание не обходится и без проблемных моментов. В данном случае это переукомплектованность учреждений дошкольного образования, дефицит мест в детских садах и вопрос их шаговой доступности в отдельных микрорайонах. Надо отдать должное, эти задачи уже решаются. На настоящий момент, да, на настоящий момент уже практически готово детсад номер 9 в очень интересном формате, который будет работать прежде всего для людей в погонах, для деток людей в погонах, потому что те боевые задачи, которые выполняют родители, он просто обязывает местной власти этим деткам уделять больше внимания с точки зрения их комфорта и пребывания в образовательном учреждении. Конечно, строительство нового детского сада в микрорайоне Юго-Запад 5, ну и, конечно, абсолютно назрело же строительство учебно-педагогического комплекса, хотя теперь уже таких нет, просто детского садика в районе лейтенанта Рябцева. Это те задачи, те приоритеты, которые определены. Остро стоит вопрос роста преступности в школьной среде и предотвращения суицидов среди подростков. Анатолий Носков сакцентировал внимание на важность работы в данном направлении и необходимости комплексного подхода со стороны педагогов и родителей. От проблем плавно перешли к успехам и достижениям. Главное достижение – это наши победы в Олимпиадах, в научно-практических конференциях республиканского уровня. Это успешная сдача детьми централизованного тестирования. Это общий итог тех знаний, достаточный высокий уровень, которые они показали по итогам выпускных экзаменов и итоговой тестации по каждому классу, по каждой параллели. Были озвучены и лучшие учреждения образования города. Ими стали средняя школа номер 20, гимназии номер 1 и номер 5 Ленинского района, школы номер 1, 7 и 28 Московского района. Затем педагоги представили свои выступления по практическому опыту патриотического воспитания молодёжи. А 27-я школа презентовала центр до призывной и медицинской подготовки. По итогам 2021 года наше учреждение стало самым лучшим в Ленинском районе. И, скажем так, мы поставили себе планочку ещё выше, чтобы за этот учебный год, который уже прошёл, мы старались добиться определённых успехов. Конечно, большая заслуга в этом нашего педагогического коллектива. Есть результаты у нас и на республике. Так, учащийся 11-го класса, Щербатцевич Алексей, по техническому труду принёс диплом третьей степени. Есть у нас также результаты и по исследовательским работам. Очень сильна база у нас немецкого языка. И, скажем, с года в год они нас радуют. Ну и также нас похвальным отзывом порадовали на республике наши юные биологи. Мы представляем центр допризывной и медицинской подготовки школ и гимназии Ленинского района города Бреста. В нашем центре ребята занимаются 6 дней, где изучают допризывную и медицинскую подготовку. 35 часов отведены на эти занятия, где ребята учатся спасать людей, защищать родину. У нас в центре работают преподаватели, которые имеют как медицинское образование, как военное образование, так и педагогическое. Поэтому эти предметы преподаются на высоком уровне. Форум прошел продуктивно и насыщенно курс на успешное образование взят. Совсем скоро с трелью школьного звонка начнется плодотворное и интересное путешествие по дороге знаний. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Итоги недели. Вы смотрите еженедельную программу «Итоги недели». Мы продолжаем. Жабенковский район стремительно развивается в самых различных направлениях. Это строительство, ремонт дорог, развитие транспортной и социальной инфраструктуры. Одним из приоритетных направлений является реализация инвестиционных проектов. Например, здесь планируют производить препараты для животных, комбикорма для ценных пород рыб, а также организовать заморозку плодово-ягодной продукции. Но один из самых значимых и крупных проектов текущего года – логистический центр на бывшей военной базе по хранению нефтепродуктов. Официальное открытие объекта состоится позже, а свидетельством начала его работы стал запуск первого железнодорожного состава с пиломатериалами в Китайскую Народную Республику. Назначимое не только для Жабенковского района, но и для всей Брестской области мероприятие пригласили и съемочную группу Бук-ТВ. Людмила Логодич продолжит тему. Территория бывшей военной базы по хранению перевалки нефтепродуктов в городе Жабенко получила вторую жизнь. На более чем 12 тысячах квадратных метрах расположился новый, крупнейший в регионе транспортно-логистический центр. Начало апгрейда было положено 1 апреля 2022 года и проходило в три этапа – приведение в порядок территории, восстановление железнодорожных путей и конечный запуск состава. Все сошлось ко времени, месту и амбициозности создателей и инвесторов. Сегодня логистический центр начал свою работу. Первый контейнерный поезд, состоящий из 31 двухъярусной платформы, на 62 вагона, был загружен пиломатериалами, деревообрабатывающих предприятий республики и отправлен по шелковому пути в Китай. Это первый контейнерный поезд, который отправляется с терминала Жабинка, со станции Жабинка. Это знаковое событие для нашей компании и для региона в целом. Также хочу сказать, что в перспективе мы будем увеличивать объемы, потому что в Республике Беларусь существует проблема доставки пиломатериалов, а пиломатериал – это существенный ресурс для экономики Республики Беларусь. Мы будем увеличивать объемы отправки, экспедиции этих грузов в направлении Китайской Народной Республики по шелковому пути. На территории логистического центра также ведутся работы по подготовке инфраструктуры для приемки зерновых культур. Здесь уже открыта лаборатория партнерами из Казахстана, где будут проводить контроль качества и количество отгружаемой продукции в направлении Западной Европы. Мы занимаемся анализом сельхозпродукции зерновых и зернобубовых культур, масличных культур и продуктов их переработки. Проверяем транспортные средства на пригодность сначала подачи вагонов либо автомашины под погрузку до момента их отправки, с пломбировкой, с выпуском соответствующих документов. Нахождение лаборатории непосредственно на территории центра способствует скорому выезду специалистов, скорой отправке груза в пункт назначения. Логистический центр – крайне важный инвестиционный проект и для Жабинки, и для региона, и для страны. Ожидаемый объем экспорта услуг составляет порядка 6 миллионов долларов США. Что выйдет в выгоду в этом городе? Это прежде всего, конечно, это незадействованные площади, это вовлечение в хозяйственный оборот. Второе – это поступление в бюджет. Третье – это создание новых рабочих мест. Ну и, соответственно, это будет являться своего рода импульсом, таким нашим показателем, что Жабинка является хорошим географическим расположением именно для транспортной сферы. На данный момент в работах на территории логистического центра заняты порядка 15 человек. В течение года с развитием деятельности планируется укомплектовать штат численностью порядка 120 рабочих мест. Время, в которое мы живем, – это время ускоренного ритма жизни. Статистика показывает, что за последние 10 лет он вырос на 10%. Поэтому неудивительно, что мы не замечаем, как пролетают дни, недели, месяцы. Кажется, год только начался, а уже полгода прошло. А потому, чтобы уверенно двигаться по заданному направлению, важно время от времени сверяться с намеченным маршрутом. Это аллегория, которую в полной мере можно отнести к плановым заседаниям администрации Ленинского района города Бреста. Это возможность провести промежуточный мониторинг текущей ситуации, взять на карандаш важные вопросы, обсудить проблемные моменты и, конечно же, отметить успехи. На повестку дня в этот раз было вынесено два ключевых вопроса. Как сработал промышленный комплекс в первом полугодии, какие наметились тенденции, и каким предприятиям, находящимся в патовой ситуации, необходимо протянуть руку помощи. Вторым не менее важным пунктом стало обсуждение готовности учреждения образования к новому учебному году. На заседании побывала и наша съемочная группа. Подробности в сюжете выпуска. Потеря рынка Украины, санкционная политика ряда стран, разрыв логистических цепочек – это далеко не полный перечень того, с чем пришлось столкнуться промышленному комплексу в текущем году. В старейшем Ленинском районе Бреста порядка 40 предприятий основной промышленности, включая флагманы региона, известные за пределами Беларуси. Им пришлось держать удар и научиться работать в текущих реалиях, переориентируя экспортные потоки. Благодаря чему сегодня наблюдается постепенная стабилизация ситуации. Итоги работы промышленного комплекса за полугодие стали одной из акцентных тем, которые обсуждались на плановом заседании администрации Ленинского района. Хотим рассмотреть, какие тенденции сложились, несмотря на внешние вызовы, несмотря на то, что какие-то рынки потеряны. Есть вопросы с поставкой традиционно конфликтующих. Можно говорить, что уже по итогам полугодия рынки сбыта поменялись. Есть хороший рост экспорта по итогам полугодия. Наша задача, конечно, не снижать темпы роста производства по отношению к текущему году. И, конечно, создать условия для того, чтобы предприятия оптимально функционировали. Был сбыт и, соответственно, закупались комплектующие. Темп роста производства товаров представителей из расчёта в ценах базис новогода в первом полугодии по району составил более 97%. Темп роста экспорта товаров составил более 107% при доведённом показателе по Бресту в 106%. Среднемесячная заработная плата по Ленинскому району в промышленности составила 1645 рублей 60 копеек. Вместе с тем в каждой бочке мёда есть и своя ложка дёгтя. На заседание пригласили руководителей предприятий, у которых наблюдаются тенденции снижения объёма производства и выпуска инновационной продукции. А также председателя постоянной комиссии по экономической политике, чтобы детально проработать каждый конкретный случай. Конечно, есть ряд предприятий, которые действительно сегодня находятся в таком тяжёлом финансовом состоянии. И задача, в том числе и сегодняшнего исполкома, чтобы выявить вот эти болевые точки, узнать где-то проблемы какие-то, ну и где-то подставить плечо. В данной ситуации уже не закон, а решение, в том числе, какое-то ручное управление данными предприятиями. Вторым вопросом повестки дня стала степень готовности учреждений образования к новому учебному году. В системе Ленинского района 48 учреждений образования, из них 30 дошкольных, 16 общего, среднего и 2 специального образования. И стоит отметить, что подготовка к началу учебного года – это комплексный процесс. Она не состоит только из ремонтных работ. Как минимум, будем говорить о том, какую работу мы провели сегодня по изменению названий, потому что в новом кодексе мы знаем, что меняются типы и виды учреждений образования. Кроме этого, сегодня будем говорить, насколько система образования подготовлена по профильному образованию, насколько мы сегодня готовы к организации дошкольного образования в надомном обучении, об изменении типовых учебных планов, насколько мы подстроились к этим вопросам. Это первое. Далее, конечно, проблема кадров. Мы понимаем, что кадры определяют многие вещи. Так вот, что касается кадров у нас в районе. На сегодняшний день 1918 педагогов будет работать в системе образования Ленинского района. И с кадрами у нас всё достаточно неплохо. Что касается ремонтных работ и работ по подготовке учреждений образования Ленинского района к новому учебному году, то на их проведение было потрачено 925 тысяч бюджетных средств и 833 тысячи вне бюджета. На текущий день паспорта объектов подписаны на 100%. И совсем скоро за парты с новыми силами после каникул сядут тысячи мальчишек и девчонок. Поговорим о здоровье. Весна и лето не только пора каникул, отпусков и долгожданного тепла, но и время аллергии. По официальным данным, сезонная аллергия на пыльцу растений и травы поражает едва ли не каждого четвертого жителя планеты. Кто-то переносит период цветения любимого аллергена достаточно легко, выпив всего одну таблетку, а кто-то на протяжении всего сезона с пачкой носовых платков и упаковкой противоаллергических средств без умолку чихает и кашляет, заливаясь слезами. И вот тогда начинаешь просто тихо ненавидеть все яркое и цветущее. А как же отдых на природе? Родная дача, заветные прогулки – их нужно исключить из своей жизни? Ирина Щуринова, врач-аллерголог со стажем, акцентирует. Имея поленос, можно не выживать, а нормально и полноценно жить. Продолжит Анастасия Мелешкевич. Чистые и ухоженные улицы Бреста, красивая набережная, просторные скверы и парки стали привычной частью жизни брещан. И прежде всего, это заслуга работников всех подразделений жилищно-коммунального хозяйства, ведь именно они в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю наводят в Бресте красоту и лоск, чтобы брещанам жилось уютно и комфортно. Ситуация такая есть, что необходимо косить траву по всем территориям. Это как создает эстетический вид, улучшает внутриквартальных городских территорий, так и в целях безопасности не разводятся те же клещи, насекомые, нет аллергии у людей на цветение злаковых трав. По кос стараемся производить по мере роста травы, но где-то можем заходить раньше, где-то можем заходить позже. Стараемся походить всю территорию. В любом случае, до зимы, до наступления, так сказать, когда трава уже перестает расти, весь город будет выгоршен. Ну вот для людей с аллергией время цветения травы, а также и по кос тяжелый период. Для брещанки Екатерины весна, лето, осень – период тяжелый. У девушки поленос, то есть аллергия на злаковые травы, которые встречаются не только на полях, но и в городе. Из-за того, что газоны в Бресте косит довольно часто и травы разлетаются далеко во все стороны, а мелкие частицы и вовсе остаются в воздухе, по этой причине ей дышится намного тяжелее. В самом начале, когда ты не понимаешь, что с тобой происходит, особенно если, например, ты привык, что у тебя на аллергию чешутся глазки, ты знаешь, что ручками трогать нельзя, все будет хорошо. А потом добавляется новая симптоматика, нос закладывает или кашет, и вот тогда начинается вот эта паника, что, а что делать, и как бы нет. Даже и с возрастом это может не пройти, оно усиливается. Хочешься с этим жить и знаешь, что там условно каждый год, примерно там с середины июня до середины июля у тебя вот период, когда может проснуться аллергия. Готовишься заранее, начинаешь потихонечку пить таблетки, которые говорит врач, и как-то легче переносится с каждым годом. Если не успеть словить момент, потому что он плавающий, год на год не приходится. А первые дни тяжело, потом, в принципе, нормально. Екатерина научилась жить с аллергией. Врачи подобрали лечение, которое ослабляет симптомы. Она приняла ситуацию, понимая, что иногда выхода нет. Теперь Екатерина внимательно относится к своему здоровью, поскольку проявления болезни могут быть самыми разными. В детском возрасте носик зачесался, почихал, кашель где-то небольшой. И ты, в принципе, вот вся твоя аллергия, ты не боишься. А когда уже тебя отправляют к врачу, он тебе рассказывает, какие могут быть еще дополнительные реакции, и ты впервые слышишь про отек венки, но становится немножко страшно. Причем не в плане, что вот со мной это случится, но ты от этого не умрешь, если вовремя оказана помощь. А вдруг рядом людей не будет, а вдруг они не успеют или не знают, что делать. И вот в такие ситуации понимаешь, что классно было бы, если бы люди знали, что это такое, как помочь себе и как помочь другому, если они видят, что такая ситуация произошла. Ирина Щуринова, врач-аллерголог со стажем, в нашей беседе акцентировала, что до сих пор никто не может сказать со стопроцентной уверенностью, почему у одного человека аллергия развивается, а у другого нет. Ну так что же все-таки за болезнь это, аллергия? Аллергия – это бурная сверхобычная реакция в ответ на какой-то внешний раздражитель, причем это, как правило, должен быть раздражитель белковой природы, и это уже как следствие сформировавшейся ответной реакции. То есть была предыдущая какая-то подготовка к такому ответному всплеску. Аллергия бывает разной, собственно, как и ее проявление. Поэтому, как и любая болезнь, она требует тщательной диагностики. Нужно определить, от чего и почему она вышла наружу. Она проявляется очень по-разному, потому что очень обширные проявления могут быть, и в зависимости от вида провокатора аллергена, от пути поступления, от того, какие у человека будут восприимчивые шоковые органы. Поэтому проявлений очень много. Аллергия – это огромная маска всего и вся. Аллергия у каждого проявляется по-своему. Именно аллергические реакции. Их основные заболевания, именно аллергические заболевания, основные их немного. Это бронхиальная астма, аллергический рениц, его разновидность полиноз, реакция конкретно на пыльцу растений, атопический дерматит. Вот это основной перечень заболеваний. Но выход какой, спросите вы? Спрашивали, отвечаем. Если ваш организм уже подвержен аллергии, а именно сезонному полинозу, значит выход один – тщательное отношение к своему здоровью. Если есть пищевые непереносимости, то да, мы исключаем и перекрестные пищевые продукты, если они имеются. Очень хорошо практикуются различные дыхательные практики. Та же физическая активность, она помогает поддерживать контроль над аллергическими проявлениями. По одной простой причине – это все тренировка сосудов, тренировка и вообще задать себе позитивный настрой – это все тоже облегчает аллергические проявления. Ну и, конечно же, прием фармпрепаратов по необходимости, по степени проявлений. Ирина Щуринова в нашем разговоре подчеркнула, если у человека есть аллергия и избавиться от нее уже невозможно, нужно соблюдать несколько простых правил – правильное питание, разумные физические нагрузки и, конечно же, здоровый сон. В нашем городе есть много удивительных людей, талантливых в самых разных отраслях. Люди искусства, культуры, образования, здравоохранения. Безусловно, все они талантливы, каждый по-своему. Но существует конкурс «Человек-года», на котором ежегодно награждают знаковых личностей, которые внесли огромный вклад в развитие нашего региона. Сегодня мы расскажем об Александре Сергеевиче Корпицком, который в этом году стал «Человеком года» в сфере здравоохранения. Имя этого человека знакомо многим. Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Беларуси, хирург-онколог высшей квалификационной категории, автор около 300 печатных работ в отечественных и зарубежных изданиях, сенатор Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. В каждой из своих профессиональных сфер деятельности Александр Сергеевич Корпицкий стремится к наивысшему результату. И только благодаря ему и его коллективу Брестская областная клиническая больница – одно из лучших учреждений здравоохранения в стране. О докторе, общественном деятеле и просто прекрасном человеке, человеке с большой буквы, расскажет Анастасия Мелешкевич. Компетентный собеседник, гуманный руководитель и очень внимательный лечащий врач. По праву, такими словами можно описать героя нашего сюжета – главного врача Брестской областной клинической больницы Александра Корпицкого. Родился он в семье медиков. Как признался, сам доктор поначалу тяги к медицине не проявлял, но что-то сработало с высшим направилом. И это было верным направлением. Уже в институте выбрал специализацию хирургия. Решение заниматься хирургией пришло на втором курсе после того, как мы познакомились, что такое терапия, что такое хирургия. И уже на втором курсе у нас в группе, в общем-то в группе и на курсе сформировалась такая группа однокурсников, одногруппников. У нас было пять человек, среди них были и мальчики, и девочки, которые решили идти в научный кружок по хирургии. Нам очень понравилась обстановка, которая была на кафедре, это кафедра общей хирургии. Нам понравились преподаватели, нам понравилось отношения, нам понравилось то, что нам предложили заниматься в то время влияние лазера на течение раневого процесса. И, в общем-то, большая самостоятельность, которая нам была доверена, наверное, это все сыграло свою роль. Ну и вот со второго курса каких-то других мыслей о том, что я должен быть каким-то другим специалистом или не было. Сегодня Александр Сергеевич является примером беспредельного служения делу. Начиная хирургом в районной больнице, он стал руководителем большой больницы, доктором медицинских наук, профессором и, самое главное, одним из самых авторитетных врачей нашей страны. Он всегда стремился и продолжает быть на передовой. С его инициативы в коллективе зародилось стремление к научной деятельности. Сегодня областная больница с гордостью носит иной, более высокий статус клиническое. Мы стали настоящим высокотехнологичным центром на региональном уровне. Потому что кроме лечебной работы мы за эти годы стали заниматься и научной работой, и учебной работой. Мы стали клинической больницей, которая этот статус обязывает нас уже заниматься этим. Мы оснастились большим количеством высокотехнологичного оборудования. Мы за эти годы вырастили своих ученых. Мы значительно изменили интенсивность и качество работы. 22 года Александр Карпицкий остается у руля ведущего медицинского стационара области. Во время его руководства больница стремительно развивалась и продолжает развиваться. Был построен новый современный корпус инфекционного отделения. Введены инновационные методы лечения. Кто бы мог подумать, что в больнице на тот момент регионального уровня будут отделения кардиохирургии, трансплантологии, эндоваскулярной хирургии. Это все высокие технологии, квалификация сотрудников, качество оказания медицинской помощи, ну и, конечно же, финансовая составляющая. А если говорить о том, что произошло за эти 22 года, то я бы сказал так, что поменялось все. Начиная от материально-технического обеспечения и заканчивая психологией людей, которые сегодня уже есть в нашем коллективе. Это психология, которая связана с оказанием помощи пациентам, с тем, что во главу угла мы ставим пациента и все делаем для пациента, ну или стараемся делать для пациента. Что касается материально-технического обеспечения, то за эти годы, в общем-то, наверное, у нас не осталось ни одного структурного подразделения, которое бы не подлежало какому-то ремонту, реконструкции, каким-то изменением. Если брать 20 лет назад, то количество пациентов, которые получали хищение, это было ли 20, может быть, 15-20 тысяч человек. То сегодня в условиях, скажем, до пандемии, 2019 год у нас было почти 32 тысячи пролеченных пациентов. Хирургическая активность увеличилась, ну, значительно. Сегодня у нас составляет почти 84%, иногда даже больше, чем 84%. Что говорит о том, что 84 человека из 100 у нас получают оперативное лечение, раньше эта хирургическая активность не превышала и 50%. То есть поменялась, скажем так, производительность труда. По многим позициям мы не уступаем лучшим, там, допустим, минским или другим клиникам. Вот и в таком направлении работаем дальше. Здорово шевелится наука, и это помогает нашей практике. Кроме науки есть и учебный процесс. Я не имею в виду студентов, я имею в виду наших коллег и факультет усовершенствования врачей, которые есть на нашей базе как филиал университета. Ну и все, о чем я сказал, это, конечно, под руководством нашего руководителя Александра Сергеевича, который смог найти, наверное, ключ ко всем или к основной массе сотрудников, которые проявили свои лучшие качества. И это способствует и общему успеху учреждения, которое стало одним из лучших в нашей стране. А вот душа больницы осталась прежней. И Александр Сергеевич, как главврач, поддерживает двух творчеством – сострадание, собереживание пациентам, ради которых и работает. Есть такое выражение – если хочешь идти быстро, иди один. Если хочешь идти далеко, идите вместе. Этим и руководствуется профессионал своего дела Александр Карпицкий. В разное время жизни, в разные моменты работы, видимо, я нахожу, мне так кажется, те слова, которые убеждают людей, которые считают, что я в данный момент, в данной ситуации говорю правильные слова, и я прав, и призываю делать тоже своих сотрудников. Плохо человеку, когда он один. Горе одному, один не воин. Конечно, одному что-то сделать в любом коллективе, а тем более в нашем коллективе, в нашей больнице, но это просто невозможно. Потому что надо, конечно, иметь единомышленников, которые бы тебя понимали, тебя слушали, и самое главное, с тобой вместе работали. Важной составляющей работы главврача стала и научная деятельность, в которую он вовлек целую плеяду медиков в больнице. Сам доктор медицинских наук, профессор, он направил многих своих коллег в научных изысканиях, в разных областях медицины. Медицина – это отрасль, скажем так, отрасль, которая требует или не отрасль, а это наука, это практика, которая требует постоянного обучения. Это, наверное, все знают, это ничего ни для кого не нового. Надо все же не учиться. И, конечно, учиться кто-то, кто тебя выше, больше знает, больше умеет. В ноябре 2019 года Александр Карпицкий был избран членом Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь. А все потому, что люди ему доверяют. За свою парламентскую деятельность Александр Сергеевич постоянно в общении с народом. Прямые телефонные линии, приемы. К нему обращаются, у него ищут совета, поддержки, помощи. И чем больше помог, тем на душе приятнее. Конечно, учитывая то, что я работаю главным врачом Брестской областной клинической больницы, большая часть вопросов касается медицины. Вопросы иногда неправильных постановок диагноза, иногда вопросы госпитализации, иногда оформления нам РЭК, присвоения группы инвалидности. Ну, примерно половина, может, большая часть этих вопросов медицинских мы решаем, как я говорю, сходу. Такие профессионалы, как Александр Карпицкий, не только достойны места в медицине, высших похвал, но и звания Человек-года. И по сей день он идет только вперед, ставит перед собой цели и достигает их. И каждый день, каждый месяц, каждый год приносят свои результаты. По итогам 2021 года мы были заняты на республиканскую доску почета в нашем Брестской областной клинической больнице. Это вообще впервые в истории нашей больницы. И мы были удостоены знака премии качества Республики Беларусь. Это тоже такая награда была впервые, вручена председателем Совета Министров, Галоченко Романом Александровичем. Такие составляющие, которые важны для каждого коллектива, для каждого сотрудника нашего коллектива. И мы гордимся такими наградами. Конечно, мы считаем, что мы достойно их заработали, получили из-за того, что внесли свой значимый вклад вообще в развитие здравоохранения Брещины. Ну и в том числе в те годы, когда, или в то время, когда занимались лечением пациентов с ковидной инфекцией. При высоких профессиональных достижениях каждый, кто знает главврача областной клинической больницы, лично скажет. Александр Сергеевич остается внимательным, доброжелательным и неравнодушным человеком. Он потрясающий ученый в первую очередь. Мы горды его учениками, опять же, мы горды его научными открытиями, его научными изысканиями. Мы горды тем, что он блестящий хирург. Мы горды тем, что он очень авторитетный руководитель, причем глубоко почитаемый всеми коллегами, всеми сотрудниками больницы. И его мнение всегда очень весомо и важно для нас всех. При этом мы знаем, что он еще потрясающий семьянин, человек с очень горячим, теплым сердцем, он очень человечен. Александр Сергеевич руководитель, с которым ты не останешься, ты не засидишься. То есть ты всегда будешь двигаться только вперед, развиваться, будет развиваться то отделение, за которое ты отвечаешь. Даже по той простой причине, что просто будет стыдно перед ним, что ты своего руководителя не оправдал надежд своего руководителя. Теплые слова от коллег – итог большого количества слагаемых. Ведь статус «Человек года» присуждается только избранным. Это были главные события Бреста, какими их увидели мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. На этом у нас сегодня все. Нам, конечно, еще есть что сказать, но дождемся следующего эфира. Мы встретимся снова на том же месте и в то же самое время уже в следующую субботу. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Я, Ирина Левчук, прощаюсь с вами. Всего вам самого хорошего и, конечно же, берегите себя, будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин